Ой, твою! Она из холодильника вылетела, зараза! Просто капец, я так напугалась, открыла холодильник, оно как зажужжит, как вылетит. Ну, а всем моим зрителям пламенный привет! Вы находитесь на канале Дневник Мила Френо. Я Мила Френо, это мой дневник, а это была азиатская пчела. Или аса. Фрон азиатик на французском. В общем, это достаточно распространенные насекомые здесь, летающие. И они весьма опасны. Особенно, если у вас аллергия на укус, то очень часто бывают смертельные случаи. Поэтому я, когда увидела эту фиговину, мне было прям вот, прям очень страшно. Но у нас практически всегда где-то на заготовке, на подоконнике, где-то рядом там на столе, на террасе. Вот здесь, на этой террасе тоже всегда где-то стоит этот баллончик, потому что они могут появиться из ниоткуда и атаковать. Так что будьте осторожны, когда находитесь на Лазурном берегу, потому что есть тут такие твари. Ребят, честное слово, не знаю, как мне дотянуть этот влог, потому что уже 14 часов 37 минут, я даже ничего не начала снимать, потому что совершенно нечего было. Я очень-очень много работала сегодня. Но вот несколько дней назад мне пришло следующее сообщение в Инстаграм. И я решила сделать небольшую болталку с этим. Значит, сообщение следующего рода. Милочка, добрый вечер. Смотрю ваш канал с удовольствием и уже полюбила вашу семью. Хоть и недавно начала смотреть, насколько вы открыты зрителю искренне. Это дорогого стоит. Спасибо. Вот у меня возник вопрос. Если посчитаете нужным, ответьте, пожалуйста, можно в одном из видео. В чем секрет вашего семейного счастья? Или это просто должно повестись человеком? Если, допустим, не повезло, то приходится чем-то жертвовать и работать над отношениями, ущемлять себя. Блин, я уже совсем запуталась. У меня есть муж, есть сын 1,8 месяцев, и я 1 год и 8 месяцев, и я в ожидании дочки 6 месяцев. Ну, сейчас мы на грани развода. Вот, скорее всего, здесь даже не вопрос, а крик души такой, да, потому что если человек говорит, что на грани развода, я сейчас постараюсь рассказать и о своем счастье, и о том, что с вами происходит в настоящий момент. Но, скорее всего, никакой структуры в моем изложении текста не будет, потому что я не готовилась к этому видео, и пусть оно будет такое, какое оно есть. Ну, давайте начнем с того, что вы сейчас, возможно, находитесь в послеродовом состоянии. Заметьте, я не сказала депрессии, я сказала послеродовом состоянии, которое может тянуться так долго, как, например, у меня. Практически 6 лет, понимаете, я находилась в каком-то странном состоянии души, потому что никто просто не долечил этот, собственно, baby blues, это, значит, послеродовая депрессия, которая в будущем просто переросла в непонятно что, и если вы смотрите меня недавно, вы просто не знаете, что со мной было год назад. Год назад я тоже и разводилась, и убивалась, и все что угодно. Поэтому рассмотрите ситуацию, что, скорее всего, даже если вам кажется, не, 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 ты не знаешь моего мужа, он такой-сякой, он такой плохой, на самом деле присмотритесь получше, очень может такое быть, что на самом деле вы находитесь в таком состоянии сейчас, что вам так кажется, и поберегите нервы, если вы беременны на 6 месяце, то уж лучше, знаете, думайте о чем-нибудь другом, подумайте о ползунках, о покупках каких-нибудь, о том, как вы будете рожать, или пойдите погуляйте, это самый дебильный совет, который могу дать сегодня, но они реально работают. А вот что касается нашего счастья, если сейчас камеру не снесет мне ветром, то я вам расскажу. Знаете, вот когда мне об этом говорят, я действительно начинаю задумываться, и думаю, а может быть это действительно так. У меня есть одна подруга, с которой, одна-две, окей, с которой мы можем открыто говорить по поводу наших мужей, и вот мы иногда садимся и начинаем то их обсуждать в период, видимо, гормонального какого-то всплеска, почему-то у всех нас троих, или по очереди мужья плохие, а потом все налаживается, и опять они становятся хорошими, поэтому вопрос касательно, это очень относительный вопрос касательно семейного счастья. И да, когда я получила этот вопрос, я сказала себе, ой, ну я же, кажется, уже делала видео на эту тему по поводу нас двоих, и видео как-то называлось «Муж курит, пьет и гуляет» или как-то так. В общем, давайте, знаете, как мы сделаем? Я вам оставлю ссылку на это видео внизу этого видео. Посмотрите обязательно, потому что я перед тем, как сделать это видео, перед тем, как ответить на вопросы с телефона, из инстаграма, я не посмотрела это видео, потому что я помню, о чем я говорила в двух словах, но конкретно нет. И мне самой даже будет интересно сравнить то, как я думала о себе, о нашей семье, и в частности, обо мне и муже, тогда, два года назад. И что я думаю сегодня? Ничего удивительного в том, что, возможно, мысли, вещи и слова будут разительно отличаться друг от друга, мы растем и развиваемся, мы стареем, там, что угодно. Это вполне возможно, что они будут разными. На сегодняшний день в чем состоит наше счастье? Ну давайте так, когда люди уже 10 лет прожили вместе, у них столько общего, что уже как будто даже не рассматриваешь, из каких паззлов была построена вот эта стена счастья там, да? Я вижу это так. Знаете, с тех пор, как мы вместе, было столько всего хорошего и столько всего плохого, что назвать это просто 10 лет счастья я не могу. Я бы назвала это 10 лет совместного проживания, которое переросло в нашу семейную историю, так сказать. Я до сих пор, например, не могу кричать на весь мир, о да, я люблю, я так влюблена, и мы счастливы 10 лет. Знаете, что в нашей жизни было? Все было, честное слово. Были такие ситуации, когда я-то, знаете, он у меня хороший человек, он всегда, когда мы ругаемся, например, да, он мне всегда говорит одну и ту же фразу. Мы сейчас ругаемся, никто не разводится, никто не собирает чемоданы, не улетает в Москву, ничего не происходит. Мы просто сейчас ругаемся, мы высказываем свое мнение на повышенных тонах. И вот он это понимает, и он может, как это говорят французы, «gérer la situation», контролировать эту ситуацию. Я же нет, я очень импульсивный человек, и я высказываю очень много вещей, которые, возможно, не надо говорить, или надо, но не в этот момент, понимаете. Причем я еще такой человек, что я вот все коплю, коплю, то есть, если бы я каждый раз по мелочи ему говорила, что мне не нравится, то получалось, я бы какая-то получилась лютка-ворчунка, понимаете, ходила бы, вот это уберите, вот это уберите, вот это уберите. Но для того, чтобы этого не происходило, я одеваю с утра платье, улыбку, и выхожу на люди, так сказать, в добром расположении духа, чтобы меня не боялись дети и муж, и не прятались по углам там, да, вот, а я хожу, недовольствуюсь, целый день, например, и все это собираю в копилку недовольства. Я даже себе представляю такую фарфоровую свинюшку, и как я туда монетки бросаю, это недовольство за жужуку, это недовольство на сына, это недовольство на дочку, то есть вот так, то есть ничего счастливого в этих вот монетках виртуальных, которые я кидаю в эту виртуальную фарфоровую свинью, нету, но в определенный момент эта фарфоровая свинюшка наполняется, если вы помните, что мы делали с копилками раньше, мы их разбивали в дребезги, и вот это происходит, то же самое в нашей семье, примерно один раз в полгода, все зависит от того, как долго копилась эта самая копилка, и в этот момент, когда копилка разбивается, и выплескаются все эти чувства, как монеты наружу, вот тогда, мама дорогая, прячьтесь все, потому что я становлюсь злой, плохой, и я говорю такие вещи, от которых даже мой муж в шоке, но к чему я начала так говорить, были такие моменты, когда я говорил, да я вообще, блин, знаешь что, вот дети вырастут, разведусь нафиг с тобой, и он мне говорит, да я только мечтаю об этом, когда ты сгинешь уже, на следующий день все извинялись, но слова где-то глубоко в душе оставались, то есть не все так просто, если вы хотите знать, не все такое счастливое и розовое в нашей семье, очень много таких моментов, которые нельзя назвать счастьем никак, но вот есть другая сторона быта, например, роды, ну, кесарево сече у меня было, если вы хотите про роды, посмотрите, знаете, тоже оставлю ссылку, как они проходили, и муж был со мной или не был со мной, но я помню такую историю, знаете, после кесарево сече, простите меня за подробности, во-первых, сам в туалет и не ходишь, сама, тебе такую трубочку вставляют, и такая штука, как бы под кроватью у тебя лежит, моча, в буквальном смысле слова, и понимаете, мой муж пришел ко мне в палату, он целый день со мной просидел, и когда он ушел, я думаю, о боже, о боже мой, он это видел, он видел этот пакет с мочой, понимаете, под кроватью, и у меня очень часто эта мысль приходила, в голову не появилась ли у него брезгливость к этому пакету с мочой, но видимо нет, желание ко мне у моего супруга не пропало, ни после того, как он увидел пакет с мочой, ни после того, как мне ввели газы в желудок, или как это называется, кишечник тебе наполняют газами, которые должны потом естественным путем выйти, это для того, чтобы что-то не слиплось там после операции, поправьте мне и расскажите, если кто-то в курсе, почему. Это он все видел, а желание не пропало. Он видел меня толстой, и видит сейчас, хотя женился на другой девушке, и все равно, видите, вот это вот желание не проходит. то есть, в принципе, это можно было бы отнести в столбик, да, это счастье. Но иногда бывают такие моменты, когда я смотрю на другую какую-либо семью, и думаю, блин, вот у них вот так, а у меня, блин, никогда этого не будет, потому что, там, например, я видела, у одной моей знакомой есть муж, он спортсмен, ну, если ты смотришь, я поймешь, о ком я говорю, вот, он прямо, знаете, у нее такой красавчик, зубы белые, весь такой спортсмен, не курит, не пьет, вообще никогда, а мой бросил курить, два месяца, что-то пыхтел, пыхтел, ему было плохо, опять заново начал курить, и потом он опять, сейчас он хочет бросить, и знаете что? В этом виню себя я. Я говорю, значит, я мало работала над ним, я не так его поддержала, поэтому у него не получилось, бросит курить, это все моя вина. Вот такая вот закрученная у меня получается история, все это, но чтобы вы понимали просто, что у нас так много общего с жужугой, и так много разного, что, наверное, в общих чертах это можно назвать счастьем. Потому что, да, вот знаете, я помню однажды, я шла по Москве, мне так это чувство вот осталось, оно у меня, знаете, наверное, никогда не избавлюсь от него, вот это вот чувство одиночества, я шла по Москве, был май месяц, то есть самые первые такие теплые дни, когда курточку можно расстегнуть, идти, так хорошо пахло, я шла возле метро Медведково в книжный магазин, там тогда только переделали асфальт, такой чистый, красивый был, и я шла, мне так было хорошо, вот от этой погоды, но я смотрела на эти влюбленные парочки, и мне было так одиноко, вот знаете, говорят, душа болит, это именно то ощущение, мне от вот этого одиночества было больно, можете себе представить, и возможно на тот момент, вернусь к ситуации, кстати, письму, я бы предпочла быть на месте этой девушки, где есть какое-то непонимание в семье, но вот чтобы у меня кто-то был, вот забыла это время, когда я в Москве спала в обнимку с майкой мужской, так хотелось, чтобы мужчина какой-то был в жизни, поэтому, понимаете, я не знаю, есть ли какой-то секрет этого счастья или нет, вот многие говорят, что это такая работа тяжелая, я бы не сказала, что это работа тяжелая, дать волю чувствам, или не дать волю чувствам, это и есть работа или не работа, то есть если вы даете волю своим чувствам, и хорошим, и плохим, то работать придется очень много, но легко, а если не будете давать, скрупулезно будете держать все эти мысли у себя в голове, и пытаться понять, разводитесь вы или не разводитесь, то, конечно, это серьезная работа, и скорее всего разведетесь нафиг, потому что говорить друг с другом нужно, а если боитесь говорить, что это может действительно вас приведет к этому самому разводу, все равно нужно идти говорить, потому что рано или поздно это приведет, понимаете, а если не хотите говорить, значит вы просто не хотите разводиться, и значит не так все у вас плохо, вот такая вот спонтанность и смутность моих слов, возможно вы что-нибудь поймете из этого, но никакого секрета счастья нету, просто оно идет все своим чередном, и если иногда создается впечатление, что мы прям ультра какая-то счастливая пара, то скорее всего вам не с чем сравнить, потому что мы настолько обычные, что просто вот капец, обычней быть не может, мы так же скандалим, мы так же не понимаем друг друга, иногда, а еще представьте, мы на разных языках думаем и говорим, поэтому, конечно, определенного какого-то секрета нету, я не могу вас призывать к терпению, я не могу вас призывать наоборот, к тому, чтобы вы выражали свои эмоции, потому что в каждой ситуации по-своему, вот так, но в любом случае я вам желаю вот прям только всего самого хорошего, обязательно доносите ребеночка в спокойствии и уюте, и без вот этих вот всяких мыслей, а потом уже будете думать, надо вам разводиться или нет, если хотите развестись, ну разводитесь нафиг, только когда детям там лет по 20 будет. А, вот сейчас еще вернулась домой и решила дополнить свою мысль. Просто получается такая ситуация, что вы-то видите только то, что я снимаю, а не то, что происходит в реале, потому что я не могу, например, когда мы начинаем скандалить, схватить камеру, сказать, так, подожди, 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 забери свои слова обратно, только что, когда ты меня послал нафиг, я еще не сняла, потому что иногда в реальной жизни, когда я снимаю свои влоги, я делаю дубли, да, потому что иногда не пошло, речь не пошла, там, не знаю, или еще как-то, или кто-то мимо в это время пробежал, там, или собака сбила камеру, по-всякому бывает. Я снимаю то, что я могу показать, если хотите, есть же такие стороны, которые я не показываю, вы их не видите, если, допустим, я целый день однажды буду снимать только плохие стороны, то, в принципе, там есть на что посмотреть. У нас есть очень много неразберег, но последнее, например, было, это я отказалась категорически копошиться в его нижнем белье и носках, и я сказала, что отныне это делает он. И, знаете, это все требовало таких усилий, и нам пришлось поругаться, потому что, не потому что он хочет, чтобы я это делала, а потому что мне пришлось объяснять, почему я не хочу это делать. Ну, с тех пор, зато, видите, он все складывает, как бы, в машинку. Я уже сама стираю, вывешиваю, но самое главное, я теперь не трогаю все вот это вот руками и не копошусь, потому что я говорю, я не хочу это видеть, чтобы не портить свое, так сказать, свое представление о тебе, как о герое, о принце, о моем, о моем кавалерии, так сказать, я бы не хотела видеть твои вот эти вот интимные подробности. Так что, вот видите, есть и скандальчики такие небольшие в семье. Подписывайтесь на канал, бомбу джеймс или бомбу джеймс или бомбу джеймс или бомбу табелы бомбу я же туда он бомбу тем уже бомбу тут в общем-то не только судя по флагу развивающимся но и по деревьям и по еще одно слово на ветке есть такое предчувствие что начинается ураган ща как это что-нибудь случится или ливанет или не ливанет но ветер дует а я знаете что вспомнила когда я была в нулевом классе валентина тимофеевна это моя первая учительница кстати который теперь работает няней у наташи королевой она говорила нам такую штуку подождите как же это было сейчас ветер этот пройдет я скажу в общем там на переменке чтобы ручки не уставали нужно было вставать ветер дует нам в лицо и качает деревцо ветер тише 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 деревцо все выше зарядка такая была надо сколько лет прошло а я помню это самое черное до небо ужас просто смотрите что творится сейчас будет ураган точно главное все листья сразу в бассейн правильно куда ж мышь одеваться кстати знаете прикол у нас под воротами проходят корни от вот этих вот сосен огромных и по утрам там видимо эти корни отросли так серьезненько и по утрам в общем ворота не могут полностью открыться они застреют на этом корне доктора поднимать но только по утрам что подтверждает что дерево дышит потому что утром видим он дышит корнями вверх а потом после обеда опускается хотите верьте хотите нет это абсолютная правда или по крайней мере это наше дерево дышит капец девочки это не зима наступила это ураган уступил смотрите на что похоже все такое черного цвета и все в дожди а я стою жду свои покупки гремит зараза посмотрели мы на все это дело с дождем и громом и сказали а не съесть ли нам повороженку русскому такому пломбирчику заодно знаете что я на вечер купила вот только не надо я знаю в москве каждый вечер это ела здесь редко я купила пельмени и колбасу точно колбасу и пельмени и счастье каша не я не купила кашу семечки семечки купила колбасу хотела еще рыбку соленую купить но и с пивом надо и мороженое да правильно там подсказывает сзади я рассказываю тео что раньше у нас вот только вот этот пломбир был и все единственное что я помню с папой мы в аэропорту были ой надо ехать и пока мы ждали самолет там продавали мороженое зеленого цвета красного цвета можете себе такое представить и я вот это мороженое запомнила навсегда но это видимо просто он был с красителем каким-то понимаете а вот мне показалось когда-то что-то нереально какое-то крутое мороженое было мы их тогда по штуке три-четыре съели папа всегда водил у меня в центр и вот этих мороженок накупал штук пять детям этого знать нельзя но она успела мороженое съесть а потом уснула сначала мороженое слопала а потом уснула смотрите какие краски вообще без фильтров такое впечатление как будто дождь помыл помыл природу смотрите очень красиво и вообще никаких фильтров не накладывала просто здесь очень черные синие точнее быть тучи и проглядывает солнце по мне так пейзаж еще тот жалко что я не умею рисовать надо разложить я всего сегодня накупила здесь на неделю продуктов там акция просто была я купила сразу три за пять евро это получается сколько шесть по полтора литра и три вот таких вот 18 бутылок получается купила за пять евро всего лишь и вот это тоже еще чудо мне надо как-то отсюда вытащить зато у нас пельмешки с тобой будут сделаем ты моя солнышко ее разбудила просто на стол сюда посадила и все мы с тобой будем кидать это в водичку будем будем пельмешки кушать ну-ка покажи это это ты рисовала ну чё оно все такое черное а что это доченька не знаю не знаешь ты нарисовала что-то черное это не знаешь что это ну-ка покажи маме ну на французском объясни диму а французское если токи десены честно говоря мне вот это вот черное не нравится вот это 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 нет это не паук а кто это доченька ты мама ты папа ты там миссию смотри папа иди папе покажи рисуночек не хочешь показывать папе это секрет это секрет а вы так выключаю камеру тут кажется какие-то проблемы ничего страшного леночка все объяснила сейчас вы наверное согласитесь с этим рисунком значит это карта чтобы показать где мы живем да и вот мы живем вот тут получается да а вот это что такое черное ты мне сказала макдональдс окей ну в принципе ты права доченька мы живем вот здесь а это макдональдс пельмени на ужин пельмени на обед пельмени на завтрак вот и весь секрет он так стоит там втихаря такое стоит типа я вообще здесь просто стою я вообще даже не с какой-то там целью я просто стою и на пельмени я не смотрю да джеймс 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 ты же не смотришь на пельмени правда какой красивый все таки этот пес ты красивый да джеймс ты красивый он следит за жукой и подальше встал чтобы не заблазняться пельмешками вкусно доченька проснулась немножко а теперь опять спать надо ложиться буон аппетит понравился наш канал не забудь подписаться и жми на колокольчик чтобы получать уведомления о новых видео до новых встреч до новых встреч до новых встреч до новых встреч до новых встреч